Ни для кого не секрет, что аниме, или правильнее Дунхуа, Боевой континент, создан на основе оригинального романа, называемого в Китае как новелла. Его автором является очень известный писатель Тань Цзя Сан Шао. Кстати, отсюда и пошло имя главного героя Боевого континента, Тан Сан. Но вообще это его псевдоним, переводится как Третий молодой господин семьи Тан, а зовут его Джан Вэй. Он является автором множества классных произведений. Боевой континент это лишь одно из них, он написал больше 20 романов. После чего телевизионные и анимационные студии занимаются адаптацией книги и выпускают аниме, которое мы, зрители, можем смотреть с удовольствием. В основе таких аниме – сюжет оригинального произведения, или новеллы. Да, создатели вольны вносить некоторые изменения, но это не влияет на сам сюжет и ход событий. В общей сложности по Боевому континенту написано целых 7 книг. Аниме, что мы смотрим сейчас, это только адаптация первой части. Также недавно был анонсирован Боевой континент 2, который описывает события второй книги. Можно быть уверенным, что все части Боевого континента очень интересны и заслуживают внимания. А другие книги автора, которых достаточно немало, иногда могут пересекаться с историей самого Боевого континента. По этим романам также создано несколько крутых 3D аниме. Учитывая их автора, можно ожидать, что сюжет будет увлекательным, мир очень продуман, а герои хорошо прописаны. Поэтому, если вы ищете, какое же аниме посмотреть после Боевого континента, то вот аниме от того же автора. Начнём с довольно свежего аниме 2022 года, под названием «Трон, отмеченный Богом». Вышло уже 2 сезона, в общей сложности более 30 серий. Действия происходят на китайском континенте, где появляется могущественный злой император, вместе со своей армией. 72 колонны заражали порчей всё живое вокруг себя. Наступил закат цивилизации, но сильнейшие из людей смогли основать храм Шести Святых, противостоящий злу. Главный герой Лун Хаочень вступает в храм и становится рыцарем, чтобы спасти свою мать. Вместе с соратниками они становятся охотниками на демонов номер один. Рискуя жизнями, они защищают родных и близких. Это история о восстании монстров и человеческом сопротивлении. В этом мире существует 6 храмов, а также запечатанный Богом Трон для высшей почести. Анимация очень качественная и не сильно уступает Боевому континенту. В начале главный герой встречает Сайер, девушку из Храма Реинкарнации. Это очень напоминает нам Тансанэ Сяаву. Этапы совершенствования в аниме «Трон, отмеченный Богом» очень просты. Количество духовной силы соответствует степени с 1 по 9 уровень. И впоследствии даже можно стать Богом. Как видим, в целом по стилю есть некоторые сходства с Боевым континентом. Кто-то считает, что персонажи из аниме «Трон, отмеченный Богом» связаны с Боевым континентом. В некоторой степени это так, потому что многие герои других книг автора появляются в Божественных царствах Боевого континента. Но также я нашел информацию в других источниках, что боги из аниме «Трон, отмеченный Богом» не поднимались в Божественное царство. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях, какая существует связь между их мирами. Второе аниме от автора Боевого континента – это «Мастер льда и пламени» или «Волшебный повар льда и пламени». Согласно описанию, главный герой Рон Няньбин родился необычным ребёнком. Он появился на свет благодаря союзу двух совершенно разных людей. Его мать способна управлять силой холода, а отец – один из сильнейших магов огня. Поэтому мальчик овладел сразу двумя стихиями – природой льда и пламени. Разве это не напоминает Тансана, родившегося с двумя духами? Быть повелителем двух противоположных стихий было непозволительно. По достижению совершеннолетия магу предстояло сделать решающий выбор. Могущественные мастера льда даже намеревались похитить его, но они не дооценили силу юного противника. Юноше чудом удалось выжить. Спас его старик – отшельник, который жил вдали от Большой Империи. Он был чудесным кулинаром и стал обучать своему мастерству Няньбина. Он и не подозревал, что растет сильнейшего воина. Вот здесь уже все намного интереснее, и связь с Боевым континентом намного больше. Согласно первоисточнику, этот Няньбин стал богом и поднялся в Божественное Царство, а позже стал одним из королей богов Великого Круга Богов. Великий Круг Богов – это царство, созданное путем объединения Семи Божественных Царств вместе. В него входило и Божественное Царство Боевого Континента. После создания Великого Круга Богов, все жители Семи Божественных Царств перебрались в новое Божественное Царство. Рон Няньбин в настоящее время живёт в Великом Круге Богов со своими жёнами. Это, конечно же, не все аниме, созданные по произведениям Танзя Саншао. О других Дунхуа мы поговорим в следующих видео. Как видим, аниме от автора Боевого Континента все довольно интересные. Можно даже заметить некоторые любопытные сходства между его работами. Любителям Боевого Континента точно стоит заценить и другие произведения автора. Напишите в комментариях, стоит ли сделать более подробный обзор на каждое из этих аниме. Трон, отмеченный Богом и Мастер Дай Пламени. И поделитесь вашими впечатлениями, если уже смотрели их. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.